Медведева встречает Китай. Что клянчила Россия у Си Цзиньпина? Действительно ли Венгрия предложила рождественское прекращение огня? И может ли Россия опять запустить по Украине орешник в ближайшие дни? Об этом и не только поговорим с Сергеем Асланяном, ведущим Ходорковский лайв. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, рад вам. Сергей, как мы видим, Россия, вероятно, начала консультации с Китаем и Индией по мирным переговорам с Украиной и геополитической ситуации. Первое, Путин недавно принимал в Москве министра обороны Индии. Большинство результатов переговоров осталось непубличным. А второе, это то, что мы видим, что Медведев Китая во второй раз за время полномасштабной войны, Медведева позвали в Пекин, наверное, на ковер. Какова будет стратегия Китая в треугольнике Россия-США, Китай и не только? Какое видение предложит Индия и сейчас что разыгрывает Россия? Россия, во-первых, не нуждается в консультациях по поводу мира, прекращения огня и вообще завершения этой войны, потому что Россия, придумав эту войну, и сама заканчивать ее будет, и никто не указ Путину, и никто не сможет ему рассказать, как именно правильно это делать. Несмотря на то, что Трамп сказал, Володя, ты проиграл, и вроде уже понятно, что точно совершенно пахнет переговорами, мирный план готов, и вот-вот все наконец сядут и договорятся, Путин не собирается выполнять обещания Трампа, и вообще Путин ни с кем, никогда, ни по какому поводу советоваться не собирается. А вот в отношении Индии и Китая у него, конечно, есть очень серьезные проблемы, особенно в последнее время с Китаем, потому что Китай был надежным. Китай — это страна, которая, в общем-то, плевала абсолютно на всех, ну, кроме самих себя. И русские китайцы мне друзья, несмотря на то, что русские с китайцем братья в навек, а там дальше еще недалеко, хинди-русси, пхай-пхай, нет, никого это не волнует. Но это экономический партнер, у которого очень неплохие, выгодные перспективы были с Россией. Хотя Россию можно было бы доедать и не торопясь, Россия никуда не денется, Россия сдастся по любому Китаю. Можно чуть-чуть подождать, и день к середине века, к году, так, к 50-му, все, что надо, будет обратно возвращено, по крайней мере, территориально, от китайских протекторатов, прямого управления, а может быть, еще и государственную границу перенесут. Но когда сейчас вдруг выясняется, что каждая последующая американская санкция против Китая болезненнее, чем предыдущие, и одно дело, Китай, он совершенно спокойно поставлял в Россию все, что надо, бронетехнику, вооружение, военную форму, еду, боеприпасы, микросхемы, был посредником во всем мире. Ну и спокойно просто торговал, какая разница, эти пучеглазые, ну они же, блин, на лице, и там кого-то убивают. Ну и что? Для нас это бизнес. Америка теперь получила совершенно другого президента, причем президентом он станет 20 января, а тем не менее он уже руководит процессами на планете Земля. И Трамп уже сейчас один пакет за другим, санкция за санкцией, и Китай все больнее и больнее. И Медведев поехал, потому что теперь, посчитав по итогу предыдущего месяца снижение товарооборота и увидев цифры, Россия поняла, что Китай на самом деле действительно не друг. Китай, с одной стороны, вроде как продолжает. Пожалуйста, вот вам бронетехника, вот вам оружие, вот вам наше посредничество. Если что, мы, это как его, мой замирный план. Мы тут даже написали несколько жалких листочков, которые никто читать не будет, но мы предложили свою концепцию урегулирования конфликта. Какого урегулирования, какого конфликта? Пристрелите Путина, и не будет никакого конфликта, не надо никаких бумажек. Нет, ну мы предложили, мы же тоже играем по правилам. На самом деле экономика, экономика сейчас показывает, что Китай все менее и менее хочет подставляться. Тем более, что у Китая действительно большая проблема. Трамп. Трамп Китай не довидит. И Трамп Китай поставит на место. И это будет война бизнеса. Это будет долларовая очень серьезная бомбардировка. Будут очень серьезные проблемы. И сейчас, еще не став президентом, и тем не менее уже по факту являясь президентом, по сути действий, событий, обещаний и телодвижений, Трамп взял и аккуратненько на замочек запер Китай. И Китай лязгнул зубами и сказал «Ой». И после этого начал сокращать поставки в Россию всего. А Россия, она же воевать-то не может своими ресурсами. Россия готовится ко всем войнам. Россия готовилась к войне 1904 года с Японией. Оказалось, не готова и проиграла. Россия готовилась к Первой мировой войне. Оказалось, не готова и проиграла. Россия придумала, создала, приготовила Вторую мировую войну. Чуть не проиграла, потому что оказалось, что она к ней не готова. Сейчас, напав на Украину, Россия опять-таки оказалась полностью не готова. Ни к Украине, ни к этой войне. Без Китая никак. А Китай теперь уже потихонечку отползает, потому что у Китая свои интересы, у Китая всегда свои интересы. И Медведев сейчас приехал, ну, во-первых, Медведеву не жалко, Медведев какую весть не привезёт, ему даже если голову захочется отрубить, то, в конце концов, Медведеву больше, Медведеву меньше, он никто и звать никак. Но с точки зрения ранга, это уровень определённый для того, чтобы Китай принимал вот этого челнока, челнока, приехавшего с клетчатой сумочкой, ну, хотя бы не по высшему разряду, но хотя бы по первому софту. Медведев для этого годится, тем более там наливают, если что, айфончик подарят, разве плохо? И Медведев поехал узнать, а Китай правда отворачивается? Китай точно теперь не будет бронетехнику поставлять, оружие не будет поставлять, вообще ничего. Потому что в России же всё китайское, одежда китайская, медицинское оборудование китайское, лекарство китайское, химия китайская, двигатели китайские, гайки китайские, болты китайские, краски китайские, губозакатыватели тот китайский. И вы что, теперь всего этого не будет? А что будет? Вот Медведев поехал узнать, а что будет? Индия — это другой сценарий. Ну, Индия — всё-таки такая страна, которая очень любит учебник собственной истории. Когда Индия понимает, что она ничего не понимает, она открывает нужную страницу и говорит, «Так, где ж тут написано-то? Мы же… А вот тут написано, мы великие, мы древние, и мы в веках тут незыблемо». Ну, вы здесь в веках незыблемо, до тех пор, пока англичанам не захочется бровь поднять. Захочется и не будет. И поэтому колониальная политика Великобритании, которая попыталась превратить этих древних в современных цивилизованных, не получилось. И Индия, она такая вот как в фроруби от одного берега к другому, и вроде бы с русскими надо, и вроде бы страшно. И вроде бы Китай тут пример, что он полез, потому что она уже тоже нужна индусам на опережение. Мы же более великие, чем Китай. Знаете, как Аргентина верит, что она более великая, чем Бразилия. Бахрейн точно знает, что он самый крутой в регионе. И вообще любая страна точно знает, что сосед у него дурак. Поэтому Индия лезет не туда, куда может, и хватает компетенций. Она вслед за Китаем идет, говорит, ну, если китайцы пошли помогать русским, значит, мы тоже. А чем мы можем им помочь? Да, в общем-то, ничем мы не можем им помочь. Потому что у нас в Индии то, что растет, в России неприменимо. Индия, тем не менее, заявила себя партнером. На всякий случай пыталась купить много русского оружия. Теперь она уже не партнер и точно не покупает столько русского оружия. И когда каждый раз пытаются как-то рядышком поставить, вот тут Китай, вот тут Индия, они рядом никак не стоят. Они как магниты отталкиваются друг от друга. И у Китая есть конкретная своя, так или иначе, доктрина. Они точно знают, что они доедят Россию. Сейчас они прикидывались с друзьями, пока было возможно, теперь не будут прикидываться. А Индия, она по-прежнему понятия не имеет, что же с этим делать. Тут вот у них такая специальная есть Нарендра, моди которая. Это такой очень забавный человечек, который пытается сделать вид, что он знает английский язык, что он цивилизованный, при этом он ходит в кальсонах и в кителе с оторванными рукавами. Ну, поскольку это, видимо, признак самобытности, хотя это как раз отголоски британского костюма, просто сильно изношенного. Он приезжает, то Путину руку пожмет, а потом ему весь мир говорит, ты что наделал? Он говорит, ой, простите, надо, наверное, в хлорке минут 40 продержать, чтобы отмылось. Потом Америка у него аккуратно переспрашивает, что вы там делали? И он тоже не знает, что ответить. И сейчас каждый раз, когда мы спотыкаемся в информационном поле об Индию, мы пытаемся разгадать, Индия, ты что? А Индия в недоумении, она говорит, ну это, у меня кальсоны тут слегка покричневели в нужном месте, мы пока не знаем, давайте к нам попозже. В конце концов, у нас 12 реинкарнаций, если что, зайдите лет через 200. Мы вам ответим. Индия сама по себе. И Индия не становится партнёром, другом не получается, врагом тоже. Какое-то количество индусов вдруг оказалось на войне, выкупить их обратно не получается, потому что, ну потому что об Индию вытирают ноги, всё-таки даже Путин вытирает ноги. И совершенно другое дело Китай. Если Китай сейчас действительно настолько сильно испугался Америки, а судя по всему сильно, то Медведев вернётся после запоя и уйдёт в опохмел где-нибудь, наверное, в токсикологию на недельку, а других результатов этой поездки не будет. И у России очень серьёзные трудности, потому что главный сырьевой партнёр, главный инструментальный партнёр, главный промышленный партнёр, ну кроме Америки, Америка всё-таки очень сильно помогает России в войне. Но Китай это делает более очевидно. Он потихонечку отходит на запасной аэродром. Без Китая России никак. Сергей, также опять объявился, как тут, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. 11 декабря телефонные переговоры случились, и среди прочего поднималась, конечно же, тема войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. И уже Орбан сейчас написал, что Венгрия предложила рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными, но Зеленский якобы это отверг. Мы ждём реакцию президента Украины Владимира Зеленского на эти слова, потому что, конечно же, мы не знаем, была ли коммуникация Орбана и с Зеленским или не было. Но как вы отреагировали, в первую очередь, на разговор Владимира Путина и Орбана, и, конечно же, на заявление Орбана о рождественском прекращении огня? Ещё недавно никто, в принципе, не говорил о мире, все Украину похлопывали по плечу и говорили, ну ты, воюй, воюй. Мы, конечно же, за тебя, но ты продолжай. Вдруг появился Трамп, сказал, войну надо прекращать. Как только Трамп выиграл выборы, все тут же бросились объяснять, что у нас есть мирный план, мы сейчас расскажем. Это Украина не понимает, как ей мириться, мы-то понимаем. И уже даже если Бразилия написала свой мирный план и говорит, ну мы-то бразильцы, слушайте, ну мы же бразильцы, мы же знаем, если что, мы и футбол можем выиграть, и войну, и мы вам сейчас расскажем. Зеленский, ну ты слушай сюда, сейчас мы у тебя бразильцы, мы же самые у нас есть, точно тебя научим. И после этого, когда вот начинается такой парад высказываний, все пошли учить Украину, как ей закончить войну. Украина никак не знает, вот Украина, она так взяла дубину и машет ей, машет, а тут подходят всякие добрые. То Индия подползёт, то Китай какую-нибудь телеграммку напишет, там оригами сложит, скажет, глядьте, разверните, если что, птичка не прилетит на самолёт, там текст умный написан, правда мы сами не поняли, что написали. А вот теперь ещё и Венгрия туда. И в Венгрии, оказывается, тоже есть что сказать. Причём Венгрия, как всегда, как Орбану и полагается, под люк под люкой. Поэтому он подставляет Украину, где-то я вижу, что он предложил что-то совершенно фееричное. Ну, то же самое, как эта калька с Первой мировой войны, то самое знаменитое перемирие, когда англичане с немцами играли в футбол, дарили друг другу рождественские подарки. Вот тут он открыл именно на этой странице учебник истории, хорошо, что не Троянскую войну, потому что с конём он смотрелся бы смешнее, и сказал, есть такая свежая идея, ей всего лишь 100 лет, ну, 110 лет, а давайте вот тут будет перемирие. И вроде как, это Украина плохая, то есть такая очень подлая подстава. Я-то предложил, я-то сделал то, что проверено в веках, смотрите, как в прошлый раз это помогло человечеству. А вот тут есть некий Зеленский, который действительно не умеет мириться, умеет только драться в своей песочнице. Он даже меня, великого Орбана, который на всю Европу номер один, и тот не послушал. И получается, это вроде как Украина теперь виновата в том, что, оказывается, все вокруг замир, все дёргают за подолу, говорят, Володя, уймись, Володя, не надо, давай, Володя, Украина, точно призамирись. И вот даже тебе Орбан уже сказал, а ты не хочешь, ну что ж такое. Ну, знаете, Украина не договороспособна. Наверное, как-то... Ну, что там с ними договариваться? Их, наверное, бомбить надо, потому что человеческий язык они не понимают. И в этом отношении подлец Орбан делает вид, что он действительно значимая фигура, которую предложила. Такой пасьян с такими козырями. Но никто не прочитал его великий геостратегический посыл. И вот теперь в нём придётся расплачиваться. То есть под Путина он сыграл хорошо, а на самом деле показал, что, ну, в общем-то, клейма на нём ставить негде. Сергей, я ещё раз подчеркну, что мы ожидаем реакцию президента Украины Владимира Зеленского на то, что сказал Виктор Орбан о прекращении огня, предложение. Но мы видели то, что президент Владимир Зеленский раскритиковал телефонный звонок премьера-министра Венгрии Виктора Орбана российскому правителю Владимиру Путину. Но об этом он сказал в своих соцсетях. И он сказал следующее, что мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Ассаду в Москву звонить, чтобы послушать ещё и его часовые лекции. Про Ассада мы ещё с вами поговорим. Дальше о режиме Путина и о том, что писал The Telegraph, о том, что режим Путина может быть ближе к краху Советского Союза, чем мы думаем. И эксперты считают, что во время переговоров по войне в Украине Дональд Трамп будет ставить ультиматумы не только Киеву, но и Москве. Если Путин будет тянуть время, США усилят военные меры и начнут, как пишет издание, ковровые бомбардировки российской экономики. Два года она ещё держалась, но на третий год войны всплыли серьёзные проблемы. Бизнес не зарабатывает, квалифицированных специалистов не хватает, а общие экспортные доходы от всех видов ископаемого топлива упали вдвое. Учитывая, что США затянули петлю три недели назад, введя санкции против Газпромбанка и более 50 российских банков, связанных с глобальными транзакциями, насколько это осложнило возможности России торговать энергоносителями и покупать технологии на чёрном рынке? И что ждёт Россию в 2025 году? Если бы хотелось мира, причём именно методом поражения России, то два с половиной года назад уже можно было решить этот вопрос, потому что Россия экономически несостоятельна. Она очень уязвимая страна. Россия — это государство, которое не производит практически ничего. Танки она делает, плохонькие, ну много делает. Патроны делает, плохонькие, но они так или иначе убивают людей. Гранаты делают, ну через одно не взрывается, и тем не менее всё-таки это оружие можно убить. А в отношении кормить население, лечить население, заниматься внутренней политикой и экономическим благополучием не получается. И если бы Америка, например, хотела, чтобы Украина выиграла эту войну, не нужно обещать когда-нибудь потом, ты пришлёшь оба авианосца, у тебя будет в канализации две новых подводных лодки, и ты, наконец, украинцам дашь оружие сполна, и это будет неотвратимо. Плюс те самые бомбардировки где-то там уже по тылам России. В войнушку переиграть Россию очень тяжело. Тем более, что российское население, вот сейчас ему по голове уже стало прилетать, уже дроны прилетают, уже Курская область пала, а российское население, оно же никак по этому поводу к Путину не апеллирует, оно на своих губернаторов обиделось. Губернатор, а почему у меня война? А почему у меня дом снесли? А где у меня компенсация? Мне уже пить не на что, у меня уже самогонный аппарат погиб. И Россию можно было одолеть, её невозможно довести до состояния, когда внутри что-то возникнет, потому что население ни в коем случае против царя никогда не выйдет. К царю, наоборот, всегда приходит. Со времён кровавого воскресения 9 января 1905 года население приползает к царю, несмотря на то, что казаки их рубят шашками, ногаиками стягать, для того, чтобы сказать, царь-батюшка, ну, мироеды-то наши уже совсем же берега потеряли, ты уж нас, батюшка, спаси, обогрей, груди прижми. Царя любят до последнего. Но переиграть войнушку в Россию невозможно, потому что у неё всё равно есть какой-то Т-34 на постаменте, есть какой-нибудь Павлик Морозов, есть ещё, если что, политрук Клочков, который всегда скажет в нужный момент, подзовёт себе корреспондента и скажет, значит так, ты журналист, да, ага, значит так, Великая Россия, отступать некуда, позади Москва, понял, да, ну, теперь я под танк пошёл. Всегда это будет. То есть, так или иначе, есть какие-то люди, которые не понимают, с кем воюют, но героизм во имя Родины, во что бы то ни стало. А экономически Россия настолько уязвима, в любую войну, что в 1904-1905 года, что в Первую мировую, тот самый знаменитый займ Антанты, за который, кстати, Путин расплатился валютой только уже сейчас, в 21 веке, знаменитые французские держатели российской ренты, не ожидавшие, что они получат погашение по тем самым ценным бумагам. Россия, Советский Союз, была полностью не готова ко Второй мировой войне, при том, что милитаризованная экономика страны работала только на ГУЛАГ, на уничтожение людей, и на армию. Танки, самолёты, пушки, оружие Судра Адоныча оказалось не готово. Россия экономически уязвима всегда. Прицелы на танках стоят французские и южнокорейские, на дронах вся электроника приходит из Америки и приходит из Южной Кореи. И те же самые шахеды, которые воюют против украинцев, они тоже импортные, они и для Ирана импортные. Это всё те поставки, которые идут в Россию. И Америка вот недавно, буквально на этой неделе, схватили за руки за то, что они по-прежнему поставляют в Россию микросхемы, и они по-прежнему процессоры продают. Причём, пожалуйста, купи сколько надо. Есть даже суммы. Журналистское расследование показало, сколько миллионов долларов каждый год. Вот Америка напрямую, Россия, пожалуйста, тебе чем украинцев убивать? Тебе нужны для этого микрочипы? Сколько России тебе нужно микрочипов для того, чтобы убивать американским оружием при американском попустительстве и посредничестве украинцев? На, получи. У России всё заимствованное. Если нужно остановить войну, победить Россию, это делается только экономически, ни в коем случае не пакетами санкций. Потому что эти пакеты санкций, какой там на дворе у нас пакет стоит? Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый? Если с первого раза не помогло, посмотрите на Кым Чон Ина. Он сильно похудел от санкций? Посмотрите на эту Айеталу Хамении. Оно там что, очень сильно изменилось в лице от санкций? Так у них десятилетиями страны под санкциями. Что-то не видно, что они себя плохо чувствуют. Страны чувствуют себя плохо. А лидеры? Их это вообще не касается. И Россия, страна экономически несостоятельна. Россия держит свои деньги за рубежом, Россия держит активы за рубежом, Путин свои деньги держит в Макао, в золотых слитках, как врут очевидцы. Вся российская элита обязательно имеет ВНЖ, ПМЖ, импортные паспорта. У всех дети обязательно французы, американцы, англичане. У всех там деньги, у всех там недвижимость. Россия экономически побеждается в тот момент, когда воля на это появляется в один указ и в одну кнопку, в один телефонный звонок. И когда сейчас Трамп говорит, что если кто-то вдруг меня слушает, тогда я дам победить Украине, это означает кровопролезие, когда украинцы будут погибать. Будут идти в атаку, у них будут лучше танки, лучше самолёты. Но это будет война. При том, что Россия может из этой войны вылететь, как пробка от шампанского, под экономическим натиском конкретных действий, которые ни в коем случае никто себе не позволяет. Потому что на сегодня Россия со своей войной это самый платёжеспособный клиент планеты Земля. Россия платит сполна за всё. По любой дурацкой схеме, в три конца, в четыре конца, ну ничего, логистика у нас. Россия это самый выгодный клиент везде. И для Китая, и для Европы, и для Америки. Поэтому с утра до ночи журналистские расследования ловят страны Евросоюза, которые напрямую сотрудничают с Россией. Когда они одевают, убывают российскую армию оккупантов, своё импортное европейское. Америка, многократно схваченная за руку, в прямых поставках, в прямом попустительстве, в пособничестве. Япония, которая точно так же. Япония, которая зарабатывает в том числе на российской банковской системе. Вот недавно у нас Тойота только что вспыхнула шапкой на голове, как выяснилось, воровать не воровали. А японская Тойота, которая ушла из России, потому что санкции, потому что японское правительство потребовало, она деньги оставила в банке. И она получает, поскольку в России сейчас самые высокие банковские проценты, 25% годовых, Тойота их оставила под 16%. У Тойоты нет завода, у Тойоты нулевое производство, у Тойоты нет движческой сети. Тойота вошла в топ-10 самых продаваемых новых иномарок в России. Она держит позицию лидирующую. И она, не имея завода, положив деньги этого завода в российский банк под 16% годовых, считает дивиденды. Там сейчас на счету где-то там 345 миллионов рублей. Всего-то навсего. Значит, и Япония является напрямую пособником воюющей фашистской России. И весь мир это знает. И чисто экономически Россия неосостоятельна. И очень даже победима. Легко, без крови, быстро и неотвратимо. Потому что вот из-под этого меча имени товарища Дамокла вырваться не получится, а греет прям по голове. И Путин, у него все-таки деньги за рубежом. Внутри-то у него много чего в России припасено, но это просроченная тушенка. Весь свежачок приходит из-за рубежа. И Америка, если бы захотела, она прекрасно знает. Америка с 24 февраля 2022 года знает вообще все. До последней ноты, до последнего вздоха господина ПЖ. И не считает ничего нужным сделать. И только обещает. И Трамп то же самое сказал. Ну если вот сейчас не так, как я сказал, тогда, может быть, потом будет то, что приведет неотвратимо к результативности. И вот, наконец-то, Украина. Все инструменты, вся партитура перед глазами на протяжении двух с половиной лет. Не хотят. Выгодно. Нет такого преступления, на которое не пойдет империалист ради 300-процентной прибыли. Что и по сей пору происходит. Поэтому войну остановить можно было давно. Войну остановить можно сегодня. Можно подождать до 20 января. И Россия ничего не сможет сделать. Она ее, конечно же, проиграет. Но тогда на планете Земля не будет такого выгодного партнера. Сергей, обозреватель Эмброуз Эванс Причард пишет, что режим Путина еще не достиг тотального экономического упадка. Но для того, чтобы довести дело до конца, потребуется еще одно изменение на Ближнем Востоке. Если саудовцы снова решат наводнить мир дешевой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка, как предсказывают многие, нефть упадет ниже 40 долларов. И война в Украине может закончиться в Эр-Рияде. Какую роль здесь может сыграть Саудовская Аравия? И действительно ли война в Украине может закончиться в столице Саудовской Аравии? Хорошо, что он тоже прочитал все-таки с небольшой в Википедии историческую статью о том, как закончился Советский Союз именно благодаря ценам на нефть. Россия в этом отношении очень шаткая, но необязательно ждать решения Эр-Рияда. И вообще Америка назначает эту цену, как это и было тогда, в 70-80-е годы, когда Эр-Рияд дергался, дергался, а он сказал, ну ладно, если вы хотите свалить Советский Союз, так уж и быть, мы сделаем вид, что это наша воля. Да, это тоже вариант, но Россия показала, что как только баррель падает до критического уровня, кстати, Россия же первой подрубила сук, на котором сидела, когда был баррель за 140 рублей, за 140 долларов, именно Россия снизила его сначала до 120, потом до 100, а потом до 80. Именно Россия проложила нефтепровод в Китай, после чего Китай, как самый главный покупатель на планете Земля нефти, отказался, снизил заказ, снизил объемы, и нефть начала дешеветь. Россия это сделала, причем во вред себе, потому что выгодоприобретателем была в данном случае не страна, а подрядчик. Это был друг Путина, и ему очень захотелось заработать на нефтепроводе в Китай, он на нем заработал. После чего Россия чуть не упала, не умерла, и во всем мире начались очень серьезные последствия от снижения стоимости барреля нефти. В эту игру поиграть можно многократно, и игроков желающих много, но как только у России падает цена барреля, Россия наращивает объемы, и весь теневой флот, который с очком ловят, 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 а поймать никак не могут. Действительно, совершенно же невозможно представить себе, чей корабль, откуда там взялась нефть, ну никак невозможно установить. Вот найти Эдварда Сноудена можно, вот определить, где именно как новичком, кого намазали, потерли, можно, а понять вот эти танкеры, которые идут, это откуда они идут? Куда, 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 вы откуда и куда? Да вы тут на самом деле ниоткуда и никуда, вы просто мимо проходили. А, вы сейчас не русский? Да нет, ну что вы? Да нет, конечно, какая же это русская? Ну что? Когда вот сейчас Москва, например, позволила себе второй по мощности суперкомпьютер в мире, она же напрямую заказывала у американцев все процессоры. Говорит, нам вот для того, чтобы у нас был суперкомпьютер, процессоры нужны. Вы, пожалуйста, им видео нам сделайте, потому что вы номер один на планете Земля. Так вот, значит, записывайте конфигурацию. Это же никого не смутило. И когда сейчас Россия, кто-то предрекает, что Саудовская Аравия сейчас возьмёт и снизит, потому что дорастит объём, и поэтому баррель упадёт, и Россия в связи с этим что? Россия в связи с этим ничего. Как торговала, так и будет торговать. В России существует официальный закон о воровстве. Друзьям Путина разрешено спокойно выводить деньги в офшоры. В бюджете России, когда он был порядка, ну где-нибудь так лет 10 тому назад, там 15-17 триллионов рублей, ну вот сумма, ну в общем, он всегда был профицитом, на самом деле никогда денег ни на что не хватало, а просто сумма вот в условных 15 триллионов, берём её за точку отсчёта. В то же самое время, официально по закону, разрешено деньги от продажи только лишь, вот в данном случае, нефти. На самом деле, точно так же деньги от продажи угля, железа, бриллиантов, алмазов, но в данном случае от нефти. Спокойно, официально выводить в офшор. Сколько денег в год уходило в офшор? Те же самые 15 триллионов. То есть бюджет России мог бы быть 30 триллионов, но он был 15, потому что 15 официально воровали народное достояние. Нефть кому принадлежит в России? Не олигархам, нефть принадлежит народу. Но, друзья, Путина она чуть ближе. Поэтому российское законодательство всегда позволяло стране жить впроголодь из-за того, что деньги, заработанные на продаже нефти, ни в коем случае не вливаются в экономику России. Россия всегда живет через пень-колоду, не доедая, не досыпая, не имея возможности построить себе дороги, не имея возможности построить себе больницы, школы, не имея возможности ни на что. Мы не берем в расчет московское княжество, в котором все в порядке. Страна, живущая впроголодь. Страна, позволяющая совершенно спокойно каждый год ровно половину бюджета от продажи только одной нефти. Выводить за рубеж, а на самом деле гораздо больше, потому что сколько триллионов уходит мимо кошелька и рта налогоплательщика, выводясь в офшоры от продажи руды, газа, мазута и так далее. И Россия в этой связи от того, что у нее всегда недоедание, именно нефтяное, прекрасно научилась выкручиваться. То есть она всегда создает себе проблемы, которые решает, решает достаточно успешно. И если вдруг кто-то где-то в Америке, какой-то обозреватель, считает, что еще немножечко и Эр-Рият возьмет и поиграет с ценами, после этого Россия рухнет, вот теперь точно не рухнет. Потому что Россия в состоянии вот этой агонии, коллапса, искусственно живет все 25 лет правления Путина. Она именно так и выстроена, чтобы всегда в истерике и всегда в этом кризисе существовать. И мы видим, что весь мир, который разводит ладошки, ладошки страны говорят, мы не знаем, откуда у России, откуда у России наше оружие, откуда у России наша техника, откуда у России наши материалы, откуда у России наши деньги, откуда у России наши микросхемы и все то, чем она убивает украинцев. Мы не понимаем. А нефтяной флот и газовый флот, ну что вы, кто может в мире найти столько кораблей? Да они же неразличимы, они же там где-то во фьёртах спрятались, мы же их будем ловить до морковкиного заговения, ну что вы. И вот эти прекрасно душные иностранцы, у которых прямо вот есть точный сценарий, они знают, Россия падёт от того, что мы сейчас увидим, как будет принято решение? Нет. Не с того конца заходите. Сергей, поскольку мы с вами говорим много о деньгах, о кошельке и о Ближнем Востоке, то я вспомнила информацию, которая публиковалась в одном издании о том, что недавно многолетний режим Асада в Сирии пал, мы это обсуждаем уже много дней, и в СМИ появилась информация, что сам Башар Асад сбежал в Россию вместе со своим немалым состоянием. И СМИ пишут о побеге Асада, однако он, вероятно, надолго запомнится из-за того, сколько смог забрать с собой этот диктатор, политик, и утверждают, что Асад завладел. Цифра прозвучала 135 миллиардов долларов, пишет об этом Турки. Получается, Асад стал самым богатым, вероятно, беженцем в мире. И как вы думаете, как ему удалось с собой забрать значительную часть экономики страны? Как получилось так, что он забрал с собой такую сумму денег? Ну и сейчас мы знаем, что он находится в Москве вместе с Путиным. Путин ему предоставил убежище. И что будет дальше? Про Керенского говорили, что он в женском платье покидал Зимний дворец. И с тех пор всем рисуется обычная картина бегства, когда кто-то, судорожно фамильное серебро, засунув в чемодан, лезет через окно. У Асада деньги были вне страны на протяжении всего периода его правления. Он их не сегодня с собой в карман засунув вывез. Они у него всегда. Это его страна, это его деньги. Когда весь мир пытается отделить царя от царства и говорит, он из Сирии вывез, у него были только его деньги, у него были его подданные, и у него была своя такая небольшая дачная лужайка размером со всю страну. На Западе это воспринимается совершенно чудовищно. Но как же так? Такого не бывает, это же не Средневековье, поэтому он был президент, а еще была какая-то оппозиция, а еще было какое-то население, какая-то экономика. Нет, ничего подобного не было. Был Асад, у него на заднем дворе была экономика, она гуляла и паслась. Здесь у него был парадный выезд, подметенные дорожки и цивилизованное выражение лица. И все деньги, абсолютно все, до последнего евро и доллара, которые были в этой стране, это деньги Асада. Просто некоторыми деньгами он давал попользоваться под одном населению, своим генералом. А вообще-то это его деньги. И они у него лежали во всех банках, таких надо. И с Англией у него прекрасные отношения. И если нужно было кому-то поставить Асада на колени, или, например, хотя бы просто заставить немножечко все-таки умерить аппетит и поясок подтянуть, так англичане могли это сделать. Потому что у них это движение финансовых потоков, сирийское, на протяжении десятилетий. Но англичане же не будут себе такое позволять. В конце концов, британские банки, самые устойчивые на планете Земля, древнейшие, по 4-5 веков, и они тем как раз и знамениты, что им не важно, какой бурдалак и какой кровавый палач, какой именно нации держит там деньги. Он клиент. А поэтому клиент уважает. Клиент уважаемый, и с его деньгами гарантированно ничего не произойдёт. И когда сейчас все думают, как же он в одном самолёте Ил-76 вывез столько миллиардов, это же сколько ящиков, то есть это какая свита. Это вот раньше они тащили носилки, на которых несли вельможу, а теперь они тащат носилки, на которых доллары лежат. Неа. Здесь всё было украдено до вас, как в фильме «Операция И». И денег у него было много. Он слетал перед этим в Москву, договорился, что если что, здесь у него будет запасной аэродром. Квартиры в Москва-Сити он покупать начал не сейчас. Начал покупать их в 2014 году, тогда ещё. А его семья недвижимостью владеет на планете Земля, в той же самой Великобритании, так ещё со времён папы. Поэтому у него просто задача была одну. Вот тут у него кончилась отдельно взятая Сирия. У него ещё много чего по миру. Можно в Англию поехать, можно в Россию. В Россию сейчас понадёжней. Но даже англичане могут как-нибудь сглупить, например, какой-то международный ордер исполнить, а Путин этого точно не сделает. Северную Корею, пожалуй, там, брат, потеплее, но несколько брутально, там как-то голодно, тем более там вторая такая живая обезьяна, непонятно, что у неё на уме. С Путиным всё понятно. И Асад, который рисуется человеком хаотичных движений, принятых в последнюю секунду и панически убегающий из дворца в исподнем, приволакивая чемодан с деньгами, рисуется совершенно в неправильном свете. Без потери лица он просто тихо и спокойно передистанцировался на запасной аэродром, который оказался в России. Сергей, Россия подтолкнула Асада к бегству из Сирии, когда стало ясно, что он проигрывает войну, об этом писал и Блумберг. Агентство писало о том, что Кремль всё ещё находится под впечатлением от видеозаписей убийства и издевательства толпы над ливийским лидером Каддафи в 2011 году. И чтобы Башар Асад избежал подобной судьбы, Москва решила спасти его. Согласны ли вы с тем, что Россия могла убедить Асада, что он проиграет борьбу с повстанцами и предложила ему и его семье безопасный проход, если он немедленно покинет страну? Ну и кроме того, пишет издание, что Путин требует объяснить, почему российские спецслужбы проморгали растущую угрозу для Асада, что пошло не так. С какой стати Россия взялась там в Сирии? Сирия не друг, Асад никто, даже не родственник. Но когда Катар захотел через территорию Сирии проложить газопровод, сделав себе филиал знаменитого газопровода «Набука» в Европу, то Путин, идя на поводу у Миллера и помогая «Газпрому», решил, что, пожалуй, вот этот газопровод будет лишним. Потому что у «Газпрома» неплохие позиции в Европе. Он продолжает кормить экономику России и экономику товарища Миллера. Но для того, чтобы исполнить вот эту мечту Миллера о монополии Европы, все остальные проекты желательно было бы похоронить. Все не получается. Но сирийский-то можно. И вот тогда Россия пришла к Ассаду и сказала, «Ассад, давай так, мы тебя здесь держим ровно до тех пор, пока нам выгодно не пускать Катар в Европу через твою территорию». И Ассад тут же остановил прокладку проекта «Набука» через свою территорию и продержался ровно до тех пор, пока «Газпром» не проиграл Европу. «Газпром» из-за войны Европу проиграл, был оттуда изгнан. Европа за последние два года все меньше и меньше потребляет российского газа, все больше и больше находит альтернативные источники и других поставщиков. И из-за того, что «Газпрому» теперь уже стало невыгодно бороться в Европе, в том числе сдерживая войсками направление из Катара, откуда мог грянуть новый газопровод, Россия, понимая, что теперь не имеет смысла держать армию в Сирии, совершенно спокойно этот невыгодный актив закрыла. И не стало никакой Сирии и никакого Асада. Он не был другом, он был партнёром, его задача была только одна — не пущать Катар. Когда это стало невыгодно, Россия ушла. Ведь это же не армия проиграла. Ведь этих маджахедов, вот те самые, которые взяли, например, столицу, их 15 тысяч человек. И Россия, в принципе, с таким количеством врага могла бы нормально, совершенно спокойно устроить хорошую, качественную войну и победить. Но там же армия пала и режим падал без выстрела. Войска просто отступили, в том числе потому, что, как теперь уже, скорее всего, подтверждено, ну, по крайней мере, на уровне вполне небезосновательных домыслов. Турция заплатила и сказала, ну, тут сейчас наши пойдут, вы эту сторонку отойдите, а там есть с кем договариваться. И они сказали, ну, конечно, вот наши банковские счета, пожалуйста, вам кого пропустить? Боевого слона, троянского коня, танковую дивизию, пожалуйста, пусть идут. Дамаск, хорошо, там вот чуть правее дворец нашего этого любимого, там прям со двора можно заезжать, вам откроют. И вот этот договорняк, плюс Россия, которая была просто невыгодна. Ну, все, ну, хватит. Ну, уже нет никакого «Газпрома», нет никакого монополия, можно расходиться. Ну, тем более, тут там пара все-таки посудин, там три танка, несколько самолетов, тоже хорошо. Конечно, жалко, было приятно сказать, что у нас тут две боевые такие серьезные группировки, у нас военно-морская база, у нас военно-воздушная база, если что, аэродром подскока, Африку накормить, там все-таки ЧВК Вагдр за алмазы борются в Чаде, в Мали. Ну, ладно, будем по старинке, по старинке тоже нормально получалось, без этих, вот, например, двух военных баз. И Россия оттуда ушла, потому что просто не стало экономической подоплеки присутствия. И Асад пал без единого выстрела, потому что просто никто не стрелял в ответ, заходи, пожалуйста. Там всяких желающих поиграть в эту страну очень много, никто, в принципе, эту страну к себе, к рукам не приберет, но единственное, что кандидат это Китай, которому, может быть, просто интересно, то, что он все, что плохо валяется, он обязательно подбирает, пытается отрехнуть, как-то немножечко натереть, чтобы блестело. Но на сегодня Сирия превращается в Афганистан, где одна толпа Бармалеев и дальше они иногда еще как-то сбивались в стаи для того, чтобы заодно еще и против Асада. А так они друг друга нормально уничтожают. А вот этих группировок, которые, одна из них пятнадцатитысячная армия, которая взяла столицу, там таких больше, меньше, несколько сотен. У них нормальная культурная традиция, это цивилизованные люди камнями забивать, на всякий случай обязательно сказать, что это вот Аллаху Адмару, потому что а как она еще? Смотрите, видите, и вот этим они будут заниматься в ближайшие несколько веков. Сирию жалко, сирийцев очень жалко. Никакие люди на свете не заслужили такой участи. Государственности там больше нет, и Сирия держалась только до тех пор, пока держался Газпром. Газпром выбили из Европы, Россия забрала свое и тихо ушла из Сирии. Сергей, также очень интересная информация появляется от «Дваштонпост». она неподтвержденная, неофициальная, но о чем речь? О том, что сирийские повстанцы якобы получали помощь от Украины. Обозреватель «Дваштонпост» Дэвид Игнатьюс со ссылкой на свои источники пишет, что сирийские повстанцы получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков. Игнатьюс написал, что тайная программа помощи Украины в Сирии была секретом Полишинеля, хотя высокопоставленные чиновники администрации Байдена неоднократно говорили в ответ на его вопросы, что не знают о ней. Официальной информации нет, мы можем только предполагать. Как вы думаете, какую роль в свержении президента Сирии Башара Асада могла сыграть вероятная помощь Киева? И можем мы говорить о том, что столкнувшись с российским наступлением внутри, мы могли искать другие фронты, где можно ослабить Российскую не похоже это на правду и похоже на небольшую аберрацию, такую путаницу в мозгах. Это довольно часто бывает с людьми, которые Украину на карте не сразу находят и Сирию не с первой попытки. Потому что за Украиной, за предыдущей Украиной еще до Зеленского был шлейф торговли старым советским оружием, складских запасов по всему миру и в том числе в этом регионе. Были же сомалийские пираты, которые схватили непонятно под чьим флагом корабль, а внутри оказались танки, самолеты, пушки, пулеметы. Они как раз были при украинском посредничестве из Украины вывезены куда-то сюда, чтобы продать где-то здесь кому-то для чего-то. И поскольку вот этот след он тянется, ну Украина, вы посмотрите, она что-то оружием снабжала всех с утра до ночи, то осталось только взять и немножечко чуть-чуть ошибившись во времени и внеся поправку на современное сказать, что это были не Т-65, там не Т-34, а это были какие-нибудь дроны. И, конечно, тут еще вопрос верю-не верю. На здравомыслие не похоже, чтобы нужно было, например, лезть в какую-то Сирию, потому что это как-то ослабит Россию. О том, что там делает Россия, знали все. О том, что это была экономическая война, не имеющая никакого отношения ни к дружбе, ни к сотрудничеству, ни тем более к битве за демократию против каких-то там отщепенцев, которые, наверное, оппозиция, а в действительности может быть даже террористы. Да нет, там других не бывает, там все террористы, там просто никто не берется никакой ниоткуда, ни под другим флагом, они все по-разному называются, суть у них абсолютно одинакова. И Украина, которая выбрала себе одну группировку, какую? Ну, там вот их где-то порядка 200. Значит, 199-ю выбрала себе Украину для того, чтобы помочь. Для того, чтобы помочь 199-й группировке, а 198-й, например, не помогать. И она тут как-то что-то выиграет против кого? Против чего? Ну, сделает дырку в заборе, подорвет УАЗик. Ну, такой сценарий в чужом изложении, особенно с американской колокольни, им, наверное, для боевика и для Голливуда подойдет. А вот что-то я украинцев не вижу, портретного сходства совершенно не наблюдаю. Не похоже. Я как Станиславский, не верю. Сергей, и напоследок, поскольку я в анонсе говорила об Орешнике и о том, что агентство The Associated Press сообщило, что разведка Соединенных Штатов Америки пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности Орешник против Украины в ближайшие дни. Также об этом написало агентство Bloomberg. Много иностранной прессы. Как вы думаете, это опять запугивание или возможность есть того, что Россия запустит Орешник повторно по Украине в ближайшие дни? В России боярышника больше, чем Орешника. И Россия может себе позволить так вот масштабно, конечно, все-таки поставки именно боярышника. Орешником была выбрана и назначена первая попавшаяся ракета, которую аккуратно выкатили из ангара, смотрели и сказали, ну, не ржавая. Вась, ну-ка попробуй, заполи Бигфорда в шнур. Горит. Петь, неси трафарет, сейчас напишем, как назовем. Слушай, назови как хочешь. Назови имени Лопа де Вега, как было в одном старом анекдоте, потому что больше всего на ругательство похоже. Назвали Орешником, сказали, тю, полетел Орешник. А второй есть? Ну, сейчас поищем, где-то там закатилось. И это все-таки была пропагандистская компания. Сверхоружие, потому что мультфильмы обещали давно, аналогов нет, а оно все никак и никак и нигде. И вот теперь весь мир содрогнулся, и российская пропаганда заклебнулась, потому что, знаете ли, мы наконец-то перековали, мы взяли и ректификатик себе позволили. Мы из Боярошника получили этот самый, как его, Орешник, но получили. И сейчас как вдарим. Американцы очень прагматично на это ответили. Они сказали, вы наши последние учения видели? Мы перехватываем, вот то, что у вас там называется Орешником. Вот как раз результаты, вот картиночки. Так что, если что-то прилетит, мы уже знаем, как делать, потому что среднюю дальность мы совершенно нормально отслеживаем, обезгреживаем. Она у вас там кажется три раза гиперзвук? Ну, хорошо, прекрасно. Если что, у нас специальная рогатка есть, и вообще с рогатиной на медведя ходить мы тоже умеем. И Россия, конечно, она обязана во что бы то ни стало сейчас, ну, видимо, на Союз-мультфильм обратиться. И пусть, конечно, лучше было бы, если бы Пиксар или Дисней. Дисней прекрасно рисует эти мультики. Ну, слушайте, Союз-мультфильм, в конце концов, тоже очень неплохая школа. Вероятность того, что будет новый мультфильм про свежий Орешник, да, вполне возможно. Вероятность того, что Орешник, это прямо такое грозное оружие, существует, налажено производство, со склада выкатилось, докатилось до опушки, как колобок, в рот не попало, и вот сейчас, если что, мы его достанем и употребим, примется к нулю, но пусть все вокруг делают серьезную мину. Это у политиков принято. Им говорят, а вы знаете, в России, в Кремле, розовые слоны. Да, мы в курсе. Мы их уже пересчитали, 8 штук и еще 2 запасных. А вы знаете, что в России там на самом деле самые мощные сейчас сделали царь-пушка, царь-колокол и сделали царь-губозакатыватель. Да, сенсорный, микросхема, мы уже сейчас смотрели, китайский, ничего нового. И когда говорят, орешник, ну да, хорошо, орешник, ждем, пусть летит, сейчас посмотрим, что это будет. Из этого не следует, что на самом деле опасности-то никакой нет, потому что Россия все-таки чудище, область, тазорно-стазебно и лай-яй, как было обещано. И даже если это плохенький орешник, и даже если это плохенькая ядерная бомба, и даже если это плохенький автоматик, пулеметик и плохенький солдатик, это все равно убийца, это все равно война, это все равно жертвы. Но это точно не орешник. Сергей, абсолютно с вами согласна, недооценивать врага не нужно. Нашим зрителям говорю, рагуйте на поэтрную тревогу и завжди спускайтесь до беспечных укрытий. Сергей, я вам благодарна за этот интересный разговор, вам благодарна за ваш юмор. Напомню, что Сергей Асланян, ведущий Ходорковский лайф, был с нами вместе сегодня. И нашим зрителям мы желаем спокойного вечера, продолжение этого дня и говорим до встречи, подписывайтесь на YouTube канал 24 канала и до встречи.